всем большущий привет и сегодня мы с вами поговорим о пластиковых трубах таких как пнд труба полипропиленовая труба также труба канализационная пвх и уже догадались название к этому видеоролику я вам покажу как разрезать вот такой пластиковую трубу в любом труднодоступном месте без специального инструмента будь то ножовка по металлу будь то специальные ножницы которые есть не у всех будь то болгарка любая пила то есть мы будем пользоваться практически голыми руками вот таких вот приспособлений и этот способ на самом деле доступен абсолютно каждому этот способ очень прост и с помощью него можно очень быстро без проблем перерезать любую пластиковую трубу в качестве испытуемых и наших сегодняшних объектов я выбрал разной толщины вот такие от полипропиленовые трубы то есть разного диаметра к тому же они еще идут армированы канализационную трубу и вот такой вот пнд труба вроде как она называется многие скажут зачем тебе какой-то там способ когда ты можешь просто взять ножницы и без проблем отрезать любую трубу например такую полностью с вами соглашусь но ножницы есть не у всех ножницы довольно дорогостоящие к тому же резать ими вот такую вот толстую полипропиленовую трубу довольно проблематично а если покупать специальные те стоит очень дорого также бывают места такие где ни болгаркой не подлезешь ни ножницами не подлезешь ни любой другой пилой приходится мучиться там ножовочкой по металлу там в час по чайной ложечке отпиливать ну и бывает так что у вас например нужно врезать одну батарею в большую систему отопления вашего дома и зачем покупать вот такие вот ножницы когда можно обойтись простым способом о котором я вам сегодня расскажу а для этого способа друзья мне понадобится сварочный аппарат но не спешите писать комментарии что издеваешься сварочный аппаратом дорогостоящий и не у каждого есть наличие я конечно же шучу сам аппарат мне не нужен а нужно будет вот такая вот сварочная проволока медненная на самом деле без разницы омедненная на не омедненная буквально сантиметров 60-70 нее понадобится проволока подойдет абсолютно любая не обязательно так что идет сварочных аппаратах можно использовать любую более-менее тонкую проволоку которую можно найти там я не знаю у себя в сарае либо попросить у соседа кусочек проволочки ну вот такой примерно кусочек мне понадобится для начала взял два куска ламинированного дсп и изготовлю из них небольшой стенд чтобы максимум усложнить задачу в том плане что труба будет труднодоступным для резки мест и я покажу как все дальше работает вот такой импровизированный стенд где будет проходить труба в угловом месте то есть сюда очень сложно подлезть любым другим инструментом для начала будем использовать полипропиленовую трубу диаметром 40 миллиметров закреплю ее чтобы она никуда не болталась имитировала уже установленную систему отопления или водопровода теперь представим ситуацию что вот здесь нужно врезать тройник и установить допустим выход под батарею либо выход под водопроводную воду горячую либо холодную без разницы если это делать болгаркой то есть сто процентов она трубу не распилит ну и к тому же болгарка есть не у каждого ножовкой по металлу даже если саму ножовку снять с помощью полотна мы будем это делать ну и мягко сказать дай шачи паски а при помощи небольшого обрезка проволоки мы можем сделать это буквально за полминуты в зависимости от толщины трубы что для этого нужно проводим нашу проволоку так как угловое соединение это сделать проволокой проще всего делаем отметку где нам нужно распилить например вот здесь натягивая проволочку двумя руками делаем вот такие вот движения сейчас я покажу как это работает все строго по вот этой линии я сделал распил сделаем еще один распил рядом чтобы допустим врезать тройник как вы видели без проблем за буквально за считанные секунды я распилил вот эту вот толстую 40 полипропиленовую и тому же армированную трубу сейчас попробуем распилить пмд трубу я думаю с ней вообще проблем не должно возникнуть ну и кстати вместо проволоки можно использовать велосипедный трос я думаю с ним будет процесс идти куда гораздо быстрее все сейчас без перемотки все это сделал вот такой вот распил как бы не распила расплах то есть получается проволока нагревает поверхность полиэтилена и разрезает его вот и все давайте еще для чистоты эксперимента попробуем распилить канализационную пластиковую трубу вот и все так что вот такой простейший способ как распилить любую пластиковую трубу я вам сегодня рассказал конечно вы скажете открыл америку да тут это все знают друзья я с вами полностью согласен об этом способе знают практически все но мало кто его использует так что я вам маленько напомнил надеюсь что кого-то этот способ обязательно выручит но на сегодня у меня все хочу сказать вам лично огромное спасибо за просмотр и пожелать от себя добра удачи успехов берегите себя пока пока а а и и Продолжение следует...